всем привет на моем канале все кто хотят пообщаться всех приглашаю у меня такие дни честно стали что у меня все все обращено маленьким деткам от раз у меня внучка появилась маленькая я их уснуть вчера не могла все мне бродила в голове когда что сегодня с утра смс отправила ну сейчас не смс сейчас ватсап это тоже самое спросила как чувствует себя как внучечка вроде ну стандартно все идет как вроде бы но его той давай и у меня такие вот мысли только об этом ну и взяла чтобы от листа телефон как всегда youtube посмотреть кто чего пишет ну пишет уже те кто обычные люди и что-то мне сейчас не до этого наткнулась опять я на дмитрия вот этого смирнова батюшку так вот тема сразу попалась мне главное как будто я об этом думала и думала просто листала и попалась тема где он разговаривает о суррогатном материнстве вот об этом и к вот это все это детках и так что то мне это запала в душу давай я смотреть он говорит я слушала долго говорил по вопросам люди задавали и спросили его отношения вот о суррогатных там детях оказывается суррогатных детей церковь не крестит крещение они не проходят запрещает церковь это они против суррогатных матерей против вот этого эко и даже называют вот этих вот людей начинаем там врачи и научные работники родители и те кто соглашается вынашивать ребенка он их даже называет киллерами целую эту группу кто занимается относится к этому назовет их киллерами я так удивилась он почему киллерами он так подробно объяснил что когда у женщины берут яйцеклетки то там убивают для того чтобы сделать и кота общем я так быстро скажу 10 яйцеклеток забирают но из них всего две или три там город но пригодятся им остальные они считают убивают но нет она выбрасывают так можно по-русски сказать и это он называет уже убийством я вот послушала послушала и еще называют вот это проституцией потому что это за деньги так страшно стал вообще и вот эти детки значит они родители не могут их прийти покрестить но если эти дети придут самостоятельно там уже там по 7 15 лет или 12 сколько он там говорил и сами попросят чтобы их покрестили то одно условие что в родители были христиане и еще он его проверить на как-то как-то ведет вот это понятие она он задаст несколько вопросов если он ответит на те которые должен знать христианин то он его может покрестить и вот это вот на меня так вообще повлияло я так внимательно слушала ведь у нас очень много сейчас детей вот и код это но ему задает вопрос встречный ну а как вот если человек хочет иметь детей не может там по любым параметрам там по болезней там много все знают об этом он говорит что значит хочет что это значит он хочет я как хочу китайским императором стать и что теперь мало хотеть хотите иметь детей пожалуйста усыновляйте сколько у нас дом малюток там и интернатов и пожалуйста оформляйте опеку ну и сам сказал что он 45 мальчишек вот содержит и не дает ты мне телефоны они еще как бунтуют чтобы смартфоны телефоны были а это все церковь отметает если они недовольны и может ну пожалуйста идите в государственный дом интернат я не препятствую но из моего говорит дома ни один не оказался не в тюрьме наркоман там но ничего все стали на пути стены все работают все выучились у всех семица он следит за этим продолжает прослеживать их жизненный путь и они не уходят они не уходят там же и молитвы там все вроде казалось тяжело ведь привыкнуть они так просто и они не уходят ну ладно это понятно там он их полностью содержит он лет ни капли я не получаю от государства не рубля все за свой счет но это конечно благородно и кажется он верующего он так уже он себя воспитал и выучился и такие понятия у него поэтому этот хочу он несколько раз мало ли что кто хочет но распоряжаться вот этими вот яйцеклетками так назвать он сказал что это убийцы ну и вот осудил вот началось то с чего что вот хотите хочет сейчас хочет сейчас вот фигурист со своей женой хотят вот так вот заиметь ребенка они снимают кино про них было документальное они в открытую приходят к врачу все записывают короче как они решились на это как они что столько попыток она а он так сердито говорит вот это вот женщина убила уже больше десяти детей я так вот объяснил с этими яйцеклетками что забирают столько из них у них и уничтожают что-то я вот это тему сейчас детьми да у меня прям что-то это хочу говорит вон сколько детей усыновляйте опекунство оформляйте вот это вот а моя говорит тет тетечка всю жизнь у нее не было но она тоже бездетная она пошла и работает в школе и все дети ее называют ну так она видать себе расположила что многие дети ее так мама 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 там она что она там делать я не знаю ну как наверно как хозработник что-то там не знаю что она с детьми в основном вплотную может повара может гардероб что я вот как то тут это ну короче она вот и она там всю жизнь проработала и они ее воспринимают многие конечно не скажешь что многие вот ее воспринимают как мать советуется с ней там вот такой пример при но это же не каждый на это способен но вот это хочу он перевел вот на это ой что-то послушаешь и и задумаешься если человек не готов сейчас только вот прослушала где этим не надо их выражать если он не имеет возможности лежит на диване полгода ищет работу на диване приходят как ко мне и батюшка я хочу жениться я спрашиваю ты работаешь он вот нет ищу работу я говорю найдешь работу не менее 30 тысяч я тебя благословлю на жене было так нет и не сможешь содержать семьи ты не готов зачем детей пускать на свет военные говорят все стонали что как они вот будут рожать детей вот допустим негде жить ниже по гарнизонам там да вот съемные квартиры я понимаю я маленько вкусы я им привал пример у них один есть офицер у него трое сколько детей он что живет на улице или он живет в общежитии нет они ему отвечают ну вот и ответили дает бог детей даст им на содержание и даст на прожитье конечно выиграть в нитце жить не будете в москве жить не будете но это значит вы просто для своего комфорта хотите дитё родить лесовое ублажение как-то он так серьезно все подошел во многом я с ним согласна во многом но вот человек эгоисты дать по своей сути но не каждый но в основном вот и вот ребенка надо вот он справа говорит про этих вот пару которые вот хотят хочет детей завести год у нее есть свой ребенок у него и у нее есть еще двое один приемный один свой один с этим мужем совместный и они хотят еще вот и вот что то так это суррогатное материнство хотят для чего много примеров провел как суррогатные мамы бывают не расстаются со своими выношениями детьми ну вот это вот мне вот эта тема сейчас близка и я слушала с с удовольствием и содроганием немножечко все таки и правильно он говорит ты правильно вроде я понимаю что правильно ну вот как вот взять чужого ребенка значит если он не может чужого ребенка я так себе рассудила значит он не готов к своему наверно так ну вот как на чем не сможет он его родить до по головке погладит его ребенок родное все но по большому счету него нет видать такой души широкой к ребенку ну не знаю что путано так но я сегодня вот на эту тему листала листала и вот я его слушают это вот батюшку грамотные можно раза 60 и он так и с юмором и с бытовыми этими вот не то что прямо все церковные он рассуждает по бытовому но не отходя от церковных канонов человеческая суть как говорится ну вот поэтому мне сегодня такая вот ну ладно хватит наверно